Японская префектура Префектура Окинава Полтора миллиона человек, почти 90% населения всей префектуры, проживает на самом крупном острове с таким же названием, как и префектура – Окинава. Очертаниями Окинава напоминают основные японские острова, можно сказать, Япония в миниатюре. В некоторых местах остров настолько узок, что его можно перейти пешком за полчаса. Вдоль всей Окинавы протянулся богатейший, как на Гавайях, коралловый риф. Здесь теплый климат и удивительная природа, отличающаяся от остальной Японии. На Окинаве обитают животные, которых нет больше нигде на Земле. Вот совершенно случайно, снимая городской пейзаж, мы наткнулись на калибре, завтракавшую на придорожной клумбе. Это ягоза, кроме того, что самая мелкая, еще и единственная в мире птица, способная летать назад. За последние 50 лет Япония пережила экономический бум, но префектура Окинава, отстававшая в экономическом росте от центральной Японии, благодаря этому сохранила на островах живописнейшую природу, чистое море и воздух. Столица Окинавы – город Наха, находится примерно на одинаковом расстоянии от Токио, Пекина и Манилы, всего полтора часа на самолете. Такое расположение делает этот райский уголок доступным для сотен тысяч туристов из всех стран, благодаря которым Окинава стремительно развивается. В прошлом префектура Окинава была отдельным королевством Рюкью, процветавшим благодаря тесным торговым отношениям с Китаем и странами Юго-Востока Азии, с богатой историей и культурой. Мы сейчас находимся в пределах замка Щури. Это главная достопримечательность Окинавы, это место, где находился король, королевство Рюкью. Это, скажем так, прежнее название Окинавы до того, как она вошла в состав Японии в конце XIX века. Это центральное культурное, историческое, политическое место во времена королевства Рюкью до конца XIX века. Замок был построен по китайским технологиям. Вы можете обратить внимание, что замок совершенно не похож ни на один из замков в Центральной Японии. Он даже больше похож, скажем так, на корейские замки, которые строились, опять же, по китайской технологии. Ну и даже по цвету. Это единственный красного цвета замок во всей Японии. Своды крыш, черепицы, в связи с тем, что нет ничего общего с японской культурой. Замок был построен в 1424 году. Просуществовал он фактически 400 лет до того, как во время Второй войны он был уничтожен бомбежкой американскими самолетами. Дело в том, что под замком находился штаб японской армии, из-за которого, собственно говоря, и решила судьба замка. Замок был восстановлен в 1994 году, и ему сразу дали заместить культурный фонд ЮНЕСКО, несмотря на то, что он не является оригиналом. Действительно, замок уникален по своей истории. Это самый главный символ Акинавы. И здесь проглядывается вся философия Акинавы. Если вы посмотрите на стройные стены замка, и вы увидите, что нет фактически ни одного прямого угла. Это как раз свидетельствует о характере Акинавцев, которые не резкие, они достаточно гладкие все, мягкие, добрые. Это можно опять как раз увидеть в сводах замка. Главное место Акинавы, так называемое сердце Акинавы, это дворцовая площадь, замка Чури и главный дворец. Вот это красное здание с красивыми сводами и с изображением драконов. Традиционное архитектурное строение, которое было принято во времена династии Мин в Китае. Это начало 15 века, когда, собственно говоря, и образовалось королевство Рюкё. К сожалению, это здание перестраивалось. Было два раза пожары, и здание неоднократно реконструировалось. И последний раз, когда оно реконструировалось, здесь было, скажем так, уже на Акинаве сильное влияние Японии. Поэтому, собственно говоря, если мы обратим внимание на дракона на сводах замка, у него четыре когтя. Тем самым Акинавцы хотели показать, что они ближе именно к Китаю, нежели к Японии, потому что китайский дракон, который символизировал китайского императора, имел три когтя, а Рюкёйский четыре. А японцы выбрали все дракона с пятью когтями, и тем самым, вроде бы как, Акинавцы хотели показать японцам, что они ближе всего к китайской культуре. Король Рюкё отличался скромностью. Замок не являлся его собственностью. Это, скажем так, администрация, резиденция короля. Сам он проживал за пределами замка в небольших хоромах, где проводил тихо свою жизнь, тем самым не отдаляясь от соотечественников. Вот если обратим внимание на эту дорожку, она специально построена на три сантиметра выше. Означало то, что именно по этой дорожке проходили либо сам король со своей семьей, либо китайские послы. Другие люди, кроме них, не могли подниматься на эту дорожку. А вот по этим полоскам было сориентировано ряды, на которых выстраивали министры и их подчиненные во время главных новогодних церемоний, которые проводились здесь, на Дворцовой площади. Если мы увидели бы площадь сверху, то вот эта центральная дорожка, она бы проходила не прямиком в фасад, она и проходит по диагонали. И связана с тем, что когда король со второго этажа наблюдал за своими подчиненными сверху, он имел возможность видеть лицо каждого, выстроенного в шахматном порядке своих министров, тем самым отдавая почет каждому из своих подчиненных. В 1879-м закончилась 450-летняя эпоха королевства Рюкью, и остров стал называться префектурой Окинава. Но искусство Окинавы до сих пор разделяют на дворцовое творчество и фольклор. Народные танцы и музыка исполнялись во время фестивалей и отражали жизнь и быт местных жителей. Субтитры подогнал «Симон» Дворцовое творчество – это песни и танцы, предназначенные для развлечения почетных послов из Китая, которые исполнялись во дворце замка Щури. На голове у девушки шляпа, символизирующая цветок гибискуса, символ города Окинава. Обратите внимание на костюмы. Их расцветка выполнена в традиционном окинавском стиле. Конкретно эти костюмы шиты из тканей промышленного производства. Но на Окинаве существуют салоны, арт-галереи, специализирующиеся на ручном изготовлении тканей. Один из них – салон-мануфактура Щури Рюсен по окраске тканей в традиционном окинавском стиле. Здесь восстанавливаются старинные технологии, и руками художников и дизайнеров создаются произведения искусства. В этом салоне Рюсен изготавливают исключительно эксклюзивные работы, ручной работы. Причем с той технологией, которую использовалось 450 лет назад на Окинаве. То, что мы сейчас можем видеть – это кимоно, которое традиционно одевается в Японии и на Окинаве. Это не дешевый товар, это не сувенирная работа. Даже не каждый японец может себе позволить такие дорогие вещи. То есть стоимость одного этого кимоно может быть где-то от 3000 долларов. Поэтому, если вы действительно смогли себе сделать такой подарок, то считайте, что у вас единственный экземпляр в мире, сделанный по уникальной технологии много сот лет недавности. Ткани бенгата – это название местной техники окраски, отличают яркие и красочные цвета, богатые естественными природными оттенками. В каждом районе префектуры существует своя культура окраски текстильных материалов, использующая самые разнообразные материалы. Костюм бенгата носили только члены королевского двора, женщины, принадлежавшие к высшему сословию, и исполнители придворных танцев. В салоне «Щурюрюсен» проводятся курсы по одеванию кимоно, подбору украшений. Помимо этого, в салоне собраны культурные ценности периода рюкью. Оружие женщин периода Эду в Японии, так называемого нагината, если вот это яри с прямым лезвием, это копье, это мужское оружие. А нагината было исключительно женским оружием. С древних времен женщины не владели мечами, они владели именно вот нагинатой. Поэтому в салон, где представлены кимоно для женщин, здесь также символизирующие женскую силу, нагината тоже присутствует. В салоне существует еще один очень популярный стиль. Это относительно молодая современная покраска на кораллах. Кораллы – это животные, они несут яйца. Добывать их запрещено по закону. Поэтому здесь, в салоне, используют только мертвые кораллы, которые были выброшены на берег моря. Мастера салона выбрали самые лучшие и принесли сюда для работы. Краска окрашивается не от коралла, а наносится сверху. Используются современные химические краски, чтобы они не смывались. Почему, кстати, был выбран коралл? Это не только потому, что Окинава богата кораллом и рифами. Дело в том, что на Окинаве издавне считалось, что кораллы, они приносят удачу. Поэтому это вроде бы как тарисман, приносящий удачу. Вот такие работы можно не только купить, но и попробовать сделать самому. Вы можете нанести узор на майку, футболку, шарфик и потом забрать на память домой частичку яркой морской Окинавы. На Окинаве мне больше всего понравился этот аквариум. Огромная территория, большое количество рыб, представлено все в большом виде, огромные панорамные окна, где можно все рассмотреть и доступно увидеть. Там огромное количество акул, огромных скатов больших размеров, где-то 3-4 метров, необъятные. И они делают такие великолепные пируэты, от которых захватывает дух. И самое, что интересно, красиво все это наблюдать. Океанариум Чурауми – прекрасное море. Второй в мире по величине аквариум расположен в городе Матабу. В нашем океанариуме представлены все виды рыб, которые водятся возле Окинавы. Здесь можно потрогать морских животных руками. Океанариум Чурауми – первое место в мире, где кораллы искусственно выращиваются на плантациях. В океанариуме воспроизведена естественная среда кораллового рифа на глубине 20 метров. Для кораллов главное солнечный свет и чистая морская вода. Море здесь совсем рядом, поэтому в аквариум вода поступает из моря. Этот бассейн открытый, поэтому сюда проникает натуральный солнечный свет. Когда на улице становится темно, здесь тоже темнеет. С рассветом светлеет. Для кораллов это самое важное, поэтому они здесь такие природно красивые. Здесь собрано природное окинавское дно. Песок со дна Окинавы, утесы тоже со дна. Для каждого из представленных здесь видов рыб нужен свой утес. Сколько рыб, столько подходящих для них мест обитания создано в этом аквариуме. Этот немыслимо гигантский аквариум рассчитан на 7,5 тысяч кубометров воды. Акриловое стекло самое большое в мире, толщиной в 60 сантиметров, высотой более 8 и шириной 22,5 метра позволяет прекрасно рассмотреть всех жителей аквариума. Среди многочисленных рыб и рыбешек неспешно проплывают три огромные китовые акулы. Океанариум гордится тем, что это единственное в мире место, где разводят китовых акул. В 1999 году китовая акула была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная рыба на Земле. Еще одно из достижений океанариума – то, что скаты манта или морские дьяволы, живущие в этом аквариуме, приносят потомство. Здесь обитают много разных видов рыб, несколько из них промысловые. Обычные голубые тунцы, аджи или ставрида и рыба-грун, которая водится только на Окинаве. Всю свою сознательную жизнь я думал, что рыбу могу ловить руками, а тут получается, что ногами. В данной ситуации можно еще поспорить, кто кого поймал. Ну, меня кушают. В этом своеобразном спа рыбки, нежно покусывая кожу, отшелушивают ее такой легкий пилинг – необычный педикюр. Совершенно не больно. Необычные ощущения такие. Можно еще посидеть. Очень интересно. Океанариум Чурауми расположен на территории огромного парка «Мир Окинава», где можно увидеть не только природу, фауну, но и соприкоснуться с культурой, историей острова. Во время Второй мировой войны в 1945 году в Тихом океане на Окинаве были ожесточенные бои между японскими и американскими армиями, в результате которых исторический район Щури, город Наха и южный район острова были практически полностью выжжены, опустошены, четверть местного населения погибло. После окончания войны остров 27 лет оставался под американской оккупацией. За это время на Окинаве были построены американские военные базы. В 1972 году Окинава была возвращена в состав Японии. Но американские базы и по сей день занимают около 20% территории основного острова Окинава. Окинавцы уже привыкли к прилетающим над головами истребителям, к вывескам на английском языке и другим последствиям американского образа жизни. Здесь цех по производству так называемого рюкьюйского стекла. Несмотря на то, что название использовано бывшего королевства рюкью, это новая технология изготовления стекла, достаточно современная. После битвы за Окинаву в 1945 году, когда остров перешел в администрацию США, окинавцы столкнулись с проблемой. Куда девать стеклянную тару, привезенную из Америки? Ее требовалось утилизировать. И оригинальные окинавцы начали спиливать бутылки, придавать им форму и использовать как стаканы. Позже они научились перерабатывать битое стекло в новое. И смесь этих зеленых, белых, красных и коричневых бутылок из-под пива, колы и фанты и создала колоритный цвет стекла, которое сейчас называют рюкьюйское. Они усовершенствуют технологии, сейчас они добавляют свой песок, в котором есть песчинки кораллов. И тем самым цвет стекла приобрел такую уникальную цвет и форму. Внутри стекла находятся такие капельки воздуха, но это не воздух. Это тоже уникальная технология, применяемая только здесь на Окинаве. Вот эта уникальная форма стекла, опять же, вот эти трещинки, это не трещинки, то есть это не говорит о том, что стекло непрочное. Это тоже уникальная технология по изготовлению рюкьюйского стекла. Вот такие пузырики внутри стекла, это тоже не пузырики воздуха, это тоже уникальная технология. Стекло рюкьюйское активно употребляется и как в ресторанах используется, так и в дома. Но помимо, скажем так, бытового применения рюкьюйского стекла, у них есть также предметы искусства. Уникальные вазы, уникальные графины, кувшины, часы, все, что может украсить быт дома. Здесь, в парке Миру Кенава, в этом цеху можно не только посмотреть, как стекло производится, но и самому попробовать на опыте изготовить какой-нибудь стакан или графин. Это можно сделать буквально за 20-30 минут. Вас будет инструктировать мастер, который работает здесь уже много лет, профессиональные люди, и вы можете с собой взять сувенир домой. Кенава также известна своим древним гончарным искусством. Около 500 лет назад керамика впервые появилась на острове. Вот такого красного глиняного цвета предметы – это горячий обжиг. Эта технология была привнесена из Китая. А вот такого лакированного – это старая корейская технология, которая была приведена из Кореи. Горячий обжиг – он дешевле, он легче в изготовлении. Правило, они изготавливают эту посуду в повседневной жизни. А вот лакированные изделия – это уже более дорогостоящие изделия и, как правило, используют для украшений. Это тоже очень старая технология, гончарные изделия у Кенавы. Если вы возьмете в руки, он фактически безвестный. Он не весит и 80 граммов. Это очень легкий предмет. Но, к сожалению, все это ручная работа, и не каждый человек может позволить себе это купить. Но это будет действительно достойный подарок своим близким, либо людям, которые вы чем-то обязаны. Так делают японцы здесь, на Кенаве. Вот эти существа – смесь собаки и льва с милыми улыбками – называются щис. На Кенаве щисы являются талисманом острова. Если говорить языком фэншуй, это символ инь и янь, то есть мужского и женского начала. Их пол можно определить по рту. С открытым ртом и агрессивным видом – это мужская особь, оберегающая от злых духов. А вот это – кроткая и нежная девушка, а рот закрыт, чтобы счастье не улетело. Как правило, такие щисы стоят на крыше дома, ставятся перед входом, вроде бы оберегая от злых духов. Щиса – чисто окинавская традиция, но в последнее время она распространилась по всей Японии, и можно найти очень много домов даже в Центральной Японии, где перед входом все чаще стали попадаться вот эти окинавские щисы. На сегодня это все. Продолжение путешествия по острову Окинава смотрите в следующей программе «Турист-клуб». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова